Хроника эпидемии свиного гриппа Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия. Мир охватывает паника. Все это очень похоже на глобальную катастрофу, если верить новостям. Или на глобальную аферу, если новостям не верить. А повод для сомнения есть. Нас пугают последствиями. Ну, говорят, береги копают уже могилы заранее. Нас предостерегают и запрещают все подряд. Не ездить сейчас в Мексику. Нам объясняют, такое уже бывало. Пока, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Нам пытаются открыть всю правду. В этих мозг, собственно, используется информационное воздействие. Мы решили в этом разобраться. Каждый взрослый человек раз 10-20 в своей жизни болел гриппом. Температура, кашель. Через неделю все проходит. В общем, ничего особенного. Но почему тогда так страшен свиной грипп? Как он появился на свет? И стоит ли его действительно бояться? Что нас ждет этой осенью и зимой? Сколько людей заболеет? И как защитить себя от него? Свиной грипп? Что это такое? Заговор фармацевтов, ошибка природы, божья кара или информационный миф? Кому это выгодно? И кто на этот раз спасет мир? КОНЕЦ 20 сентября 2009 года академик Дмитрий Львов заявил о первой смерти в России от нового вируса. Разразился информационный скандал. Оказывается, это случилось уже месяц назад, а значит смерть пациента скрывали. Оказывается, заболевших намного больше, но об этом тоже молчат. Почему молчит и что скрывает официальная медицина? 8 августа после отпуска в Болгарии Марину Михееву с диагнозом пневмония положили в Нарафаминский госпитал. Марина работала там медсестрой. 12-го пациентку перевели в Москву. 18-го ее анализ крови направили в Институт вирусологии. Мы сделали вывод, что этот больной, от которого поступил материал, мы не знали еще от кого этот материал, недавно перенес заражение сильным гриппом. Только потом мы узнали, что этот материал был взят у этой больной за несколько часов до смерти или накануне смерти. Результат анализов был готов 26-го августа. Марина Михеева умерла 19-го. Ей было 46 лет. Но в причинах смерти свиной грипп не значится. Диагноз – острая пневмония, дыхательная недостаточность на фоне врожденного порока сердца. Такой вывод сделала специальная комиссия. Но академик Львов считает иначе и приводит свои данные, которые, правда, не подтверждены официально. По данным, которые сейчас накопились уже по материалам обследования больше 4 тысяч погибших от свиного гриппа, именно вот эта пневмония и является причиной гибели больных, которые заразились свиным гриппом. Говоря простым языком, никто не умирает от гриппа. Умирают от осложнений от гриппа. Но выводы академика Львова в высоких медицинских кругах не признали. Данных за то, что в организме этой женщины имелся вирус, а шагина на день гриппа, не установлено. И связать тяжесть заболевания, связать этот конкретный случай смерти с развитием и наличием вируса гриппа у данной женщины невозможно. Глава Роспотребнадзора Геннадия Нищенко назвал заявление Львова информационной террористической атакой, а от комментариев Первому каналу отказался. Нам стоит ли рассчитывать на комментарии Геннадия Григорьевича в этот фильм? Что? Алло, извините, я вас... Думаю, что нет. Думаете, что нет, а почему? Да, потому что все комментарии на нашем официальном сайте. Так что все соблюдено, не волнуйтесь. Откройте интернет, посмотрите, все вывешено на сайте. Роспотребнадзор и Минздравсоцразвитие диагноза свиной грипп не видят. Академик стоит на своем. Почему? Сомневаться в его компетентности нет никаких оснований. Комиссия сделала неправильный вывод о том, что это не связано со свиным гриппом. Это, я говорю, или невежественно, или лукавство. Если это научный спор о способах диагностики, оставим его специалистам. Но если мнение Академика Львова вполне состоятельно, а чиновники защищают честь мундира, не желая портить статистику. Где же правда? И как в этом разобраться простым смертным, если не могут договориться светило российской медицины? Нас пугает не просто новая болезнь, нас пугает неизвестность. А может быть, все эти страхи и слухи не что иное, как хорошо спланированная акция? Хроника эпидемии. Свиным гриппом болеют президенты и актеры. Ученые в отчаянии ищут вакцину. Государства тоннами запасаются противогриппозными препаратами. В Калифорнии вводят чрезвычайное положение. Информационный ураган сносит все на своем пути. Но достоверной и полезной информацией крохи. Сейчас запускается много совершенно несоответствующих реальной эпидемиологии гриппа. Слухов по этому вирусу, что это особо какой-то опасный штамм вируса. Много слухов и много вопросов. Свиной грипп опаснее обычного. Сколько россиян заболеют? Сколько уже переболело на самом деле? Например, академик Львов уверен, что переболевших не несколько сотен, а десятки тысяч. Просто многие не знают своего диагноза. Никто в мире, в любой стране, где уже тысячи, десятки тысяч больных, не может сказать общей цифрой. Потому что статистика, статистику я всегда сравниваю с канализацией. Что туда вложишь, то и получишь. Но если так, почему тогда при таком количестве переболевших этим опасным гриппом, нам неизвестно ни об одном случае осложнения после него. По нашим оценкам прогностическим, если мы и преуменьшаем количество заболевших гриппом, то не более чем на 10-15%. То, что речь не идет о десятках тысяч, сомнений нет. Разберемся в этой арифметике. По распоряжению Роспотребнадзора, вирус H1N1 диагностируется только в лабораториях Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Но представьте, у вас грипп. Вы вызовете врача? Не факт. Пять дней будете ждать результатов анализа из другого города? Вряд ли. Вот вы и не попали в официальную статистику. Но если переболевших, возможно, больше. Тогда грипп не такой уж страшный, раз нет ни жалоб, ни подробностей. Никто никогда не сумеет обследовать всех подозрительных больных. О подробностей не узнать. Эпидемия секретности и слухов давно обгоняет эпидемию самой болезни. От комментариев лечащие врачи отказываются, ссылаясь на Роспотребнадзор. Да и сам глава ведомства журналистов не жалует. Мы в очередной раз звоним в пресс-службу. На этом фильме брали интервью у Деминой, так? Так, брали интервью у Деминой, замечательно. А почему Геннадий Григорьевич отказывался прокомментировать? Все интервью дано, больше интервью не будет. Почему Геннадий Григорьевич все-таки не хочет и опасается, и сбегает? Я уж не могу понять, как это будет. Я уже слышала вот этот бред о том, что опасается и сбегает. Больше слушать его не хочу. Как говорится, слава Богу, что пока это все протекает в легкой форме. Доступен Геннадий Однищин, как только в архивах новостей. Если вы прибыли из неблагополучной территории, и в течение семи дней у вас появилась температура, обязательно обратитесь к медицинским работникам. Не вздумайте, ну, как бы, надеяться на ось. Похоже на свиной грипп, сделали ставку. Рейтинг новой болезни зашкаливает. Как будто ничем другим люди уже не болеют. Кстати, пока ученые спорили, за сентябрь и только в Москве сезонным гриппом заболели более 500 человек, в основном дети. Это, кстати, обычные для осени цифры. Хроника эпидемии. Места массового скопления людей объявлены зонами особого риска. По всему миру на карантин закрываются школы, университеты, отели и даже круизные лайнеры. 23 сентября из-за свиного гриппа в Мурманской области закрыли на карантин школу. Обычный грипп полегче, а тут сильная температура, которая держится несколько дней. Все началось с третьекластика, который вернулся из Турции 6 сентября. Седьмого его осмотрели в поликлинике и допустили к учебе. А через 10 дней мальчик заболел. И вместе с ним еще 19 детей. Школа была закрыта. Через три дня диагноз мурманчан, свиной грипп, подтвердили в Москве. Все обсуждают, естественно, все боятся этого. Ну, я не... ну, как... Переживают за детей, за наших, что маленькие еще, что вакцины вот для таких вот еще не созданы. Заболеют ли в Мурмашах другие дети? Те, кто контактировал с больными? Сколько еще школ в поселке закроют на карантин? И когда школьники вернутся к учебе? Так получилось, что нам пришлось воспользоваться советом главного санитарного врача. 26 августа 2009 года наш корреспондент Кирилл Малахов вернулся из Петербурга. Из командировки в институт гриппа.